Строевая подготовка, история казачества, основы безопасности жизни и медицинской помощи, сборка-разборка оружия. Почти две сотни ребят показали свои умения старшим товарищам и наставникам. Так прошел на Сахалине региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Подробности в репортаже наших островных коллег. Звучат военные марши, блестят начищенные сапоги, сверкают на солнце шашки. Все это можно было бы принять за показательный парад одной из образцовых воинских частей, если бы не одно обстоятельство. В военной форме не солдаты, а дети. Все это региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох». Организовали мероприятия Сахалино-Курильское окружное казачье общество и областной центр внешкольной воспитательной работы. Методист объединения защитник отечества Андрей Сайко поделился подробностями об этом этапе. Он включает объемную программу, здесь 11 наименований, и строевая подготовка, и история казачества, и медицина, ОБЖ, полоса препятствий, сборка-разборка оружия, визитные карточки. В общем, все, что можно. Участвует 170 ребят, 9 полных команд, получается 9 у нас неполных, со всей Сахалинской области. А сказать однозначно, что кто-то победитель или кто-то какой-то фаворит, нельзя, потому что, ну, все команды готовились, и победить сильнейший. Четким строевым шагом, с гордостью неся знамена, прошли ребята перед собравшимися зрителями, родственниками и почетными гостями под марш «Прощание славянки». Так проходило открытие этапа. Атаман окружного казачьего общества Сергей Рябов с трудом сдерживал эмоции. Это событие, это огромное событие. Запомнится оно и вам на всю жизнь. И школа, которую вы, ребята, здесь пройдете, она тоже останется с вами. Хочется от всей души, от всех наших казаков, поздравить вас с началом соревнований нашего казачьего сполоха. Казачество всегда стояло на защите веры и отчизны. Вера – вот основа жизни казака. Глава островной епархии поздравил участников с открытием игр. Глядя на сегодняшнее мероприятие, так и хочется воскликнуть в полный голос – жива Россия, живо казачество. И здесь мы должны понимать, что казачество – это служение. Служение, в первую очередь, нашей великой Родине, служение Матери Церкви. И эти два служения, они неотделимы одно от другого. Я желаю вам, уважаемые казачата, чтобы и вы, и мы были достойны наших великих предков. Храни вас всех, Господь! Завершилось открытие концертом. С патриотическими песнями выступали настоящие казачьи коллективы. Ребята показали свои умения в обращении с нагайками и шашками – традиционными атрибутами казачества. Не обошлось и без демонстрации навыков рукопашного боя. Игры казачьих сполох проводятся второй год подряд. В прошлом году в них приняли участие 40 человек, а в этом году – уже 200. Возрождается казачество, как служение. Возрождается такое глубокое понятие, как патриотизм. Увеличивается стремление к нравственности и духовности. Немало этому способствуют и такие праздники, как этот. Информационно-аналитический отдел Южно-Сахалинской и Курильской епархии. Специально для телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин